Всем привет! Вы на Другой Кухне и с вами Нутри Шеф Александр. Друзья, сегодня у нас рецепт миндальных блинчиков. Мы с вами сделаем сами миндальное молоко и на этом молоке заведем с вами блины. Будет вкусно, легко и просто. Для блинов будем использовать цельнозерновую муку. Вот такие у нас будет сегодня блинчики. Итак, вернемся к молоку. Рецепт миндального молока очень простой. Я вам настоятельно рекомендую использовать этот рецепт, чтобы готовить себе полезное миндальное молоко. В первую очередь замачиваем орехи. Миндаль замачиваем часов на 10. При этом я пару раз за это время даже менял воду, чтобы орехи у нас не закисли. Лучше всего это делать на ночь. После чего промываем орехи и минут на 15 заливаем кипятком, чтобы подчистить их от вот этой вот оболочки, от шелухи. Чистятся они очень легко. И вот такие орехи отправляем в чашу блендера. Добавляем туда воды, одну часть и хорошо-хорошо пробиваем. Так, чтобы наши орехи измельчились. После чего полученную массу процеживаем. У нас для этого есть специальный мешочек. Специально покупали и очень часто пользуемся. Процеживаем и уже вот такое молоко можно хранить в холодильнике в стеклянной посуде и использовать для всех рецептов. И в кофе добавлять. Все пропорции, чтобы получить вот столько миндального молока и вот столько миндальной муки. Друзья, да-да, если этот жмых высушить, миндальная мука вам обеспечена. Так вот, все пропорции будут внизу в описании, как и на рецепт блинчиков. Там же, друзья, будет внизу и ссылка на наш буквально скоро стартующий второй поток псевдоголодания, где мы, используя FMD диету, самую проверенную в мире, худеем за 10 дней в общей группе под наблюдением нутрициолога с нашими рецептами, с нашим меню. То есть каждый день на все 5 дней диеты у вас будет меню. Что приготовить, что съесть, чтобы в конце вы смогли похудеть. Мой результат 3 килограмма 300 граммов. И это за 5 дней диеты. Хотя группа длится 10 дней. То есть 3 дня подготовки и 2 дня выхода из диеты. Друзья, всех приглашаю. 29 марта уже стартуем. Желающие, ссылка в описании. Будем вас ждать и худеть вместе с вами. За основу этих блинов можете взять любимый свой рецепт и там уже поменять обычное молоко на миндальное, муку на цельнозерновую и сахар я возьму тоже кокосовый. То есть тоже интересные. Пару столовых ложек. Вы можете взять тростниковый или обычный. Сюда же щепотка соли. Соль у нас подчеркнет все вкусы. И взбиваем. Можно даже добавить часть молока миндального. Сахар разошелся. Яйца взбились. Самое время добавлять муку. Добавляю ее ложками постепенно и хорошо перемешиваю. Так чтобы у нас не было комочков. Вот такое тесто получается. Как видите пока тесто густое. Комочков нет. Само то. Добавляем пол чайной ложки разрыхлителя. Вот так будет достаточно. Еще хорошо перемешиваем. И теперь разводим миндальным молоком до нужной нам консистенции. Тоже не торопитесь. Добавили, перемешали. То есть нам нужно блинное тесто. То, которым вы чаще всего и пользуетесь. Которое и жарите. Мне удобнее всего проверять тесто уже половником. Готовому тесту даем постоять минут 10-15. Так чтобы мука у нас набухла. Ну естественно как в обычных блинах. Перед тем как жарить. Добавим еще ложку-две растительного масла. У меня оливковое. И еще раз хорошо все перемешаем. Тесто очень хорошо растекается по сковороде. Прям чудесные блинчики получаются. Как обычно жарим с двух сторон. Ну красота! Блинчики готовы. Друзья, со многих сторон они полезные. Цельнозерновая мука, миндальное молоко. Даже при том, что мы добавили кокосовый сахар. То есть часть ингредиентов у нас экзотическая. Но посмотрите какие они красивые получились. Цвет у них прям цвет топленого молока. Как у старорусских блинов. Вкус тоже шикарный. Не сильно сладкие. При этом поэтому вернее их отлично использовать для фаршировки. Ну и так удивить гостей, порадовать семью. Мне кажется еще один классный рецепт в нашу масленичную копилку. Обязательно повторяйте. Блинчики вкусные. Друзья, и приходите к нам на другую кухню почаще. Заглядывайте в описание. Там ссылка на нашу группу по псевдоголоданию. Скоро стартанем. После масленицы будем скидывать лишние килограммы. Короче, всего доброго. Ждем вас снова. Пока!